Приветствую всех, кто заглянул на мой канал умно и разумно. Сегодня речь пойдет о икре красной. Среди деликатесной продукции красная икра признана одной из самых полезных и питательных. Очень нежный и насыщенный вкус, богат полезными микроэлементами. Пищевая группа деликатесов представлена разнообразными видами, которые имеют свою ценность и значимость при приготовлении пищи и блюд. Икра – это продукт для настоящих гурманов. Но вне зависимости от того, что стоит она зачастую недешево, подделок в этом продукте хоть отбавляй. Как вы знаете, у каждого вида икры есть свои особенности, о которых знают лишь профессионалы. То есть продавцы в рыбных лавках, сушисты, шеф-повара. Но о тонкостях икорного дела иногда даже не догадываются обычные покупатели и попадаются в ловушку незадачливых производителей даров моря. Как отличить настоящую икру от подкрашенной или желатиновой? Чаще всего подделывают чёрную икру. Щучью икру легко подкрасить и выдать зоосетровую или белужью. Это самые дорогие виды. Качественная чёрная икра не может быть и сине-чёрной. Должна быть склеенной между собой. Не должна быть слизистой. Все икринки разного размера. Знакомая всем нам красная икра может быть попросту недозревшей или перезревшей, недосоленной, горьковатой или пересоленной. Это не подделка, а низкое качество. Хорошая красная икра должна быть слегка лопаться и таять во рту, быть плотно расположена в баночках, быть ненасыщенного цвета, не рассыпаться и не размазываться, а легко лопаться и не склеиваться между собой. Продаваться в баночке с качественной полиграфией и этикеткой, с информацией о производителе. Но баночки, качественные икры, цифры, маркировки должны быть выдавлены внаружу. Икра тобико, то есть летучей рыбы, может быть перепутана человеком, неосведомлённым в его особенностях, с икрой масага, то есть мойвы. Они внешне схожи. Но первая стоит намного дороже масага. Поэтому некоторые производители смешивают их вместе и клеят название той, что дороже. Это всего одна из многочисленных хитростей в икорном производстве. Совет. Хороший метод определить качество икры – это бросить несколько икринок в кипяток. Если они будут из желатина, то тогда растворятся в воде. Настоящие останутся нетронутыми. На этом у меня всё. Благодарю вас за внимание. Делитесь видео с друзьями, родными. Ставьте лайки, подписывайтесь. Благодарю всех за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok